Если мы с вами последим за поведением резения фетида, то увидим, что она намного подвижнее, нежели тентрадрилус аэробидус, где нет такого толстого резка, как тентрадрилус аэробидус. Ну и, соответственно, её хвост или голова жёлтая. Если мы попытаемся её уколоть или потревожить больно, то она может выделить и жидкость защитную. Но сейчас довольно холодно, 15 градусов, и поэтому она не желает выделять жидкость. Даже когда ставим ялбанку, она здесь старается убежать, поэтому приходится закрывать. Чего не скажешь, это дендрадрилус аэробидус. Вот такая слизь у него, которую очень трудно счистить. Вот, видите, он довольно спокойный. Вот так же можно определить, какой вид червя по его поведению. Все дендрадрилус аэробидус, коим относятся дендрадрилус аэробидус, они менее подвижные, имеют меньшую выраженность полосатости. Вот, между сегментами у них тоже видны полоски, но не столь выражены. Вот, видим, как долго он раздумывает, пласти ему или нет. Вот, возьмем, для примера, рядышком посадим уже проверяемую нашу изение фетида. Видим, как она себя ведет. Вот, сразу норовит убежать. Вот она такая шустрая. Вот основной признак изения фетида. Потому что они вот такие вот прыгучие. Так развиваются. Про дендрадрилус никогда этого не скажешь. Он абсолютно не пуглив, как изение фетида. Как видим, я ее уже четвертый раз возвращаю на место. Адендрадрилус робидус. Вот здесь у него слизь. Вот видим. Вот она на хвосте. Она все время у них выделяется. Вот он только начал шевелиться. Ну и видим, что размеры его довольно большие. До 10 сантиметров. Может быть дендрадрилус робидус. Это вот на таких экологически чистых кормах. Если его все-таки покормить чем-то там связанным с тяжелым металлом или с моющими средствами, то он вырастает и до больших размеров. Так что рекомендую вам вот эту спокойную живность. Дендрадрилус робидус. Который не бегает никогда никуда. Абсолютно не реагирует. Вот как изение фетида. У него нет стресса, нет испуга. Червь крайне спокойная. Вот видим, как медленно он движется. Ну и видим, что у него хвост не такой острый, как у резения афетида и всех остальных видов резения. Слегка вот такой туповатый хвост. И вам таких же успехов. Всего доброго. На здоровье и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok